Фильм «Пока бьют часы» А вот этот фильм я смотрел впервые, и мне он понравился. Школьница и пионерка по имени Маша попадает в сказочный город веселых тружеников. Люди там трудятся, работают и в целом счастливы. Но вся беда в том, что злой король владеет колпаком-невидимкой и по ночам пробирается в город, чтобы помечать все, что ему понравилось. Эти берем. И это. И здесь возьмем. И это. Утром жители обязаны отдать помеченные вещи царским прихлебателям. А отмеченных людей ждало пожизненное рабство. Его величество, благородный король Кроподин Первый, намерен получить то, что по праву принадлежит его величеству. И все бы так и продолжалось, если бы не вмешательство решительной Маши, которая начинает подрывную деятельность в стане врага. Надо пробраться в замок, утащить у короля волшебный колпак, и тогда его власть кончится. Тебя туда не пропустят, там собаки, мосты, решетки. В результате чего короли его свита изгнаны и превращены в крыс и змей. А простой народ может наслаждаться свободой, братством и равенством. Пока стучат часы, пока стучат часы, не вешайте носы, пока стучат сердца, пока стучат сердца. Не скажу, что стал бы часто пересматривать эту сказку в детстве, если бы у меня была такая возможность. Но пару раз посмотрел бы от начала и до конца с большим удовольствием. Этот цирюльник осмелится оскорбить ваше величество. А точнее... Он сказал ваше величество, что вы глупее, как пробка. Кинокартина «Пока бьют часы» будет интересна не только детям, но и взрослым. Ведь в ней есть множество моментов, которые явно снимали с расчетом на старшую аудиторию. Так что, если вы не видели этот фильм, настоятельно рекомендую посмотреть. Деда, а у этой сказки конец-то счастливый. Деда, а у этой сказки конец-то счастливый.